Эти здания построены впритык к нашему зданию-интернату. Вот это здание-интерната, которое стоит здесь, наверное, с 50-х годов прошлого века. И вот тут, метра через два, стояли гаражи прокуратуры. И вот теперь между зданием пройти невозможно. То есть вот эти все этажи построены незаконно. Это означает, что там нет свай. То есть там фундамент не укреплен. Правда, вот отсюда они закачивали гигантское количество бетона под здание. КОНЕЦ КОНЕЦ Родители разобрались в этом. Родители начали бояться своих детей. То есть много родителей, очень много своих детей боятся все. Причем мне сказали, что, Павел Иванович, вы уже эту школу защищаете там-то и тут-то, а вот тут-то это мы боимся из наших детей. Вы уж тут не связываетесь, потому что вдруг вас снимут за то, что вы, так сказать, в такую структуру пошли. А мы своих детей готовы идти до конца. Потому что прямая опасность для детей. То есть вот оно, а вдруг оно упадет. Потом, конечно, мне строители говорят такую вещь, вот такую фразу, которую мне сказали очень опытные строители-родители. На самом деле на наших детей не упадет. Упадет не раньше, чем лет через 5-10. То есть туда много бетона закачали. Но знаете, когда упадет точно, но не в ближайшие 5 лет, как-то ответ это не сильно успокаивает. То есть люди порядочные, они начали обращаться, выяснять. Обратились они в Ахитовский районный суд. И всем предназначили приходить одинаковые ответы от двух судей. От Збуновой и от Галиулина. О том, что это дело не ваше, что это должно в школу обращаться, это не рассматривается в порядке журналистского судопроизводства, хотя это однозначно лишение права на защиту через суд. Вот конкретный родитель за конкретно своего ребенка боится. Это прямой и точен должен заниматься суд. Слава Богу, у нас позволяет это обжаловать в Верховный суд Татарстана. В Верховный суд Татарстана от них, естественно, вернули дело обратное в Ахитовский районный суд. Будем идти до конца, чтобы действительно справедливость восторжествовала, чтобы наши дети спокойно спали в интернате и спокойно учились, потому что здание высокое, громадное, и если оно накроет нашу школу, это, конечно, будет трагедией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова